Как работает свертка? Рассмотрим некоторые изображения. Оно у нас сейчас будет состоять из одного канала всего, и это изображение будет размером 5х5, и будет состоять из некоторых целых чисел. Стоит отметить, что свертка работает хорошо не только с изображениями, но и с какими-то другими структурами данных. Но сейчас мы рассматриваем на примерах именно изображение свертку. Как происходит свертка? Вот у нас есть наше исходное изображение, и мы делаем с этим изображением следующее. Мы возьмем некоторую маску. Вот она. Я эту маску возьму с такими цифрами, 1, 0, минус 1, 0, 1, 0, минус 1, 0, 1. Но в целом здесь могут быть любые числа, вот эта вот маска называется ядро свертки. С изображением же делается следующая операция. Вот это наше изображение исходное, и к этому изображению добавляются нули. Вот сюда, с краев. Эти нули называются паддинг или отступ. Зачем они нужны? Мы берем вот эту маску и прикладываем к некоторой позиции в изображении. Перемножаем коэффициенты из маски со значениями пикселей на изображении, складываем и получаем некоторый результат. Вот в этом положении у нас получится 6. Дальше мы делаем то же самое со следующей позицией. То есть передвигаем маску на 1 пиксель вправо. Если посчитать вот эту сумму произведения, значения, которые у нас в маске и вот в этом положении на картинке, то у нас получится в этом случае 0. И так далее. Сдвигаем еще на 1, у нас получается 2. Сдвигаем еще на 1, у нас получается 4. И в конце у нас получается минус 2. Зачем мы делали паддинг размером 1? Паддинг мы делали для того, чтобы у нас левый верхний пиксель результата соответствовал левому верхнему пикселю входного изображения. Если мы этот паддинг делать не будем, то максимальное изображение, которое мы можем получить в результате операции свертки, будет 3 на 3. Вернемся к тому, что происходит, когда мы делаем свертку. Итак, мы посчитали первый ряд. Теперь мы переходим на ряд ниже. Посчитали вот в этом положении. Произведение, изображение с ядром. У нас получилась тройка. Сдвинулись влево. На 1 пиксель у нас получилась минус 2. Тройка еще влево на 1 пиксель получился ноль. И так далее. Тройка, пятерка. Вот таким образом мы посчитали второй ряд. Ну и так продолжаем для всех остальных рядов. У нас получается вот такой результат. Вот это результат работы свертки с вот таким ядром на нашем исходном изображении с паддингом 1. Как видим, получившийся результат не совпадает с исходным изображением, но при этом у него такой же размер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова